Валентин Олегович Коновалов вступил в должность главы республики Хакасия. Торжественный голос, затем аплодисменты и гимн, а потом речи. Еще раз поздравляю вступление в должность Олега Валентиновича и пожелаю ему успехов вместе с нами. Задача власти объединить этих людей и тех, которые голосовали за, и тех, которые голосовали против. Дальше слово взяли приезжие коммунисты. Самый опытный среди них депутат Госдумы Николай Арефьев. Большая эко-города хозяйственных руководителей. Мы создали около 150 народных предприятий. Поздравляю вас с избранием на должность главы республика Хакасия и главы правительства республика Хакасия. Качественно сгибаемого, уверенного в своих силах и правоте бойца, мудрого и дальновидного человека. Сделаем все, чтобы наша малая родина была процветающим, современным, комфортным для жизни регионом. На этом большие гости закончились. Не было глав соседних Красноярского края и Тувы. Полпреда президента по Сибири Сергея Миняйла тоже, хотя его обычно зовут все новые губернаторы. Сам полпред в интервью Интерфаксу сказал, что он в отпуске, но ему приглашений не поступало. Букет цветов, пара грамот и герб Иркутска. Вот и все подарки новому губернатору. Ни тебе казацкой шашки, ни богатой шкатулки, ни позолоченных ключей, как у Зимина. Мы работали на четырех последних инаугурациях и можем сравнивать церемонии. Валентину Коновалову явно не хватает зиминского размаха, блеска и государственности, что ли. В сером доме поселился показательный аскетизм. Красочное шоу коммунисты заменили скучными речами. Зато теперь статуя вождя оправданно заглядывает в окна к новому губернатору. Где-то там молодой ленинец с сегодняшнего дня решает проблему Хакасии. Александр Тимофеев, Евгений Сульбереков. Новости, 7-й телеканал.